Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! У меня наконец-то отрицательный тест, ну вообще у всей нашей семьи уже отрицательные тесты и можно приступать к работе. И первым, кому я буду делать покрытие, это мои родственники. Мы приехали в деревню, не виделись очень давно, соскучились. И вот по ногтям можно увидеть, сколько мы не виделись. Прошло два месяца. Это покрытие я делала 7 августа, а коррекцию делаю 3 октября. Два месяца за исключением 4 дней. Снимаю старый материал. Я сначала убираю длину. Смотрите, какая толщина открывается снизу. Далее я снимаю старый материал сверху. Я снимаю вот таким образом, чтобы ноготь остался ровным. То есть, когда я на него буду смотреть с торца, мне нужно, чтобы ноготь был ровным, чтобы мне не пришлось достраивать клюющие кончики. Аккуратненько, не спеша снимаю старый материал. Все хорошо носилось, на удивление, на этих руках не очень хорошо носится покрытие. Я это связываю с тем, что огороднические дела прошли и нам покрытие уже меньше нагрузки в плане всякой деятельности. Когда вид сбоку меня устраивает, я фрезой убираю толщину снизу. То есть, я не переворачиваю ноготь, а вот так вот прям убираю толщину снизу. Истончаю торец и убираю натуральный ноготь. Далее пилочкой придаю форму свободному краю. Пилка на деревянной основе. Очень удобно такой пилочкой выпиливать торец. То есть, она не прогинается под нажимом. Она остается твердой. И линия торца получается ровненькой. Я сегодня буду использовать инструменты Silver Star. Ссылочку на каждый инструмент обязательно оставлю для вас в описании. Также пилочкой прохожу по поверхности. Убираю глянется троши части ногтевой пластины. Настолько комфортно работать пилкой по торцу, что я даже захотела показать вам второй ноготь. Далее пушер у меня вот такой вот классный, крутой инструмент от Silver Star серия Classic. С одной стороны изогнутая лопатка, а с другой прямая. Его артикул AT910. Он уже неоднократно мелькал у меня в видео. Мне очень нравится вот эта вот изогнутая лопатка. Она имеет анатомический изгиб, ручную заточку. Очень хорошо входит в подкутикульный карман и открывает его. Ручная заточка, она настолько деликатная, что не повреждая ноготь. Ну, конечно же, если не бомбить по ногтю, а так вот аккуратно, грамотно работать, то вот этот вот кончик за счет своей ручной заточки очень деликатно счищает риги, налипший на ноготь. Безумно нравится этот инструмент, так что его я вам точно рекомендую. Ну и далее фрезой нужно прочистить под кутикульный карман. Я это делаю вот такой вот фрезой. Такое укороченное пламя с синим пояском. Работаю, как обычно, ничего пока у меня не меняется. Хотя у меня есть уже в голове идея, как ускорить и упростить себе вот этот вот этап. Но пока работаю по стандартной схеме. То есть первым проходом я часть фрезы от кончика до самой толстой части, получается вот этот вот подъем на пузико от кончика, я укладываю на ноготь, не давлю, просто укладываю. И прохожу по поверхности ногтя, счищаю остатки птерегия, которые не удалось убрать пилкой или пушером. Даже если нет птерегия, я все равно прохожу так фрезой, потому что бывают мелкие-мелкие частички кожи, которые незаметны глазу. Фреза их обязательно уберет, даже если вы их не видите. И также бывает при отодвигании кутикулы, открывается немножко глянцевый участок ногтя. Так вот фрезой я сейчас шлифую этот глянцевый участок ногтя. Далее щечкой фрезы я работаю с упором в кожу, шлифую кожу изнутри, то есть под кутикульный карман, выворачиваю все махрушки и приподнимаю кутикулу для среза. Далее мне нужны ножнички для среза кутикулы. У меня вот такие вот серии, а также классик. Вот их артикул. Этими ножничками срезаю ленту кутикулы. Ножнички также... Вообще все инструменты Silverstar имеют ручную заточку, это очень удобно. Инструмент приходит, не нужно его нести, затачивать, подтачивать, потому что бывают инструменты, покупаешь, начинаешь ими работать, и вот хочется прям отнести, чтобы их немножко подточили, потому что не хватает той остроты. Здесь такого нет, инструменты острые, пришли, дезинфекция, стерилизация и сразу в работу. Работают ножнички замечательно, у них тоненький носик, сходится в тоненькую иголочку, легко подлезть нижним полотном под кутикулу, которую я приподняла раньше, ну и, собственно, срезаю. Какой бы срез я ни сделала, я считаю, что всегда нужно зашлифовать кожу, даже если на вид все замечательно, всегда фрезой нужно пройти, хотя бы вот просто разочек пройти, тогда вы зашлифуете срез, и кожа не будет расходиться. Ну и также я фрезой убираю гребелости на боковых валиках и на боковых подушечках. Ну и вот, собственно, в сравнении, кстати, я забыла заснять в самом начале, как относились две руки. Вот, пожалуйста, показываю, как относилась вторая рука, тоже все замечательно, ну здорово. Сейчас начнут писать, что опять я себя нахваливаю, ай-яй-яй, но я горжусь своей работой, и почему я должна скрывать это? Ну и, собственно, дальше переходим к покрытию. Наношу на все ногти праймер, далее наношу грунтовочный слой каучуковой базы. Праймер и грунтовочный слой каучуковой базы – это залог, это просто закон для меня в покрытии. Многие работают на свое усмотрение, не наносят базу, кто-то наносит, кто-то наносит более жидкую базу. Я работаю именно праймер и грунтовочный слой каучуковой базы, и на моей практике такая подготовка к покрытию носится замечательно. Далее выполняю укрепление гелем. База на этих ногтях абсолютно не носится. У нее дом, по дому куча работы. Плюс еще, ну ладно, летом огород был, сейчас огорода нет. Но все равно на эти ногти идет достаточная нагрузка в плане работы бытовой. Поэтому здесь нужно хорошее укрепление, которое будет носиться. Ну и теперь приступаем к цветному покрытию. Она захотела красные ногти. Я ей принесла вот такой оттенок. Кстати, я липкий слой из геля сняла. У меня спрашивают, снимаю я липкий слой из геля или нет перед нанесением цвета. В основном нет. То есть это никак не мешает и никакого влияния на покрытие не оказывает. Но здесь при нанесении цвета он расплывался по липкости геля. Поэтому я убрала, чтобы более комфортно мне было наносить цвет. Наношу в два слоя. На втором слое выравниваю цвет кутикулы. На среднем ногте я наношу цвет не на весь ноготь. По одному ногтю на каждой руке у нас будет с дизайном. Под дизайн я наношу белый цвет. Отвыкла просто я работать с белыми гель-лаками. В основном в последнее время под дизайн я наношу молочный оттенок. Но здесь мне показалось, что он будет неуместен. Как-то все-таки красный и белый смотрятся более контрастно и более ярко. Ну и теперь рисую цветочек. Он у нас будет осенний. Он очень просто рисуется. Смотрите, я на кисть набираю капельку материала и вырисовываю лепесток. Край делаю широкий и этот край свожу в маленькую точечку у основания цветка. Ничего сложного нет, но вот из одного мазка, смотрите, какой красивый получается лепесток, как настоящий цветочек. По сути, можно уже больше ничего и не рисовать. Нарисовать серединку и все-все готово. То есть где-то я кистью нажимаю посильнее, где-то послабее. От этого получаются такие вот прожилки и у лепесточка уже получаются разные оттенки. Взяла яркий оранжевый, добавила немного на лепестки, чтобы они смотрелись более интересно. И теперь черной гель-краской каждый лепесточек прорисовываю. Линии стараюсь сделать как можно тоньше, чтобы вот эта вот воздушность не испортить. Продолжение следует... Нужна золотая гель-краска. Я заполняю листики этой гель-краской. И на каждом лепесточке вот эту вот часть тоже закрашиваю золотой гель-краской. На оставшуюся незакрашенную область также наношу золотую гель-краску. И по одному оставшемуся ногти на каждой руке тоже покрываю золотой гель-краской. Перекрываю все ногти глянцевым топом. И вот такой осенний маникюр у нас получился. Смотрится празднично. Я не думала, что настолько будет яркий маникюр. Я думала, он будет немножечко тускнее. Но золотая гель-краска придала этому дизайну такую вот нарядность, праздничность. Напоминаю, ссылка на инструменты будет в описании под видео. Кто хочет обновить свой инструмент, пожалуйста, проходите. Инструменты должны быть качественными, чтобы работа приносила радость. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте ему лайк. Вам это ничего не стоит. А мне помогает в продвижении моего канала и рекомендации его новым людям. Если понравился дизайн, обязательно оставляйте цветочек в комментарии. Вы знаете, мне это очень приятно. Ну а на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня!